Мы говорим о музыке. У нас в гостях Илья Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Краснодарского биг-бенда Георгия Гораняна, и Владимир Шаповалов, солист и второй дирижер Краснодарского биг-бенда Георгия Гораняна. Доброе утро! Доброе утро, очень рады. 15 августа в музыкальном театре состоится концерт памяти Георгия Гораняна с днём рождения маэстро. Всё так, нигде не ошибся. Верно. Ну давайте начнём с самого начала. Не первый год проходят эти концерты. Как они эволюционировали, как они изменились? Увеличился ли зрительский интерес? Да, стало больше ходить молодёжи на наши концерты. Но именно эти концерты мы стараемся делать более статичными. Мы играем почти всегда одну и ту же программу. Это пьесы, которые аранжировал Георгий Арамыч, или он их написал, или те пьесы, которые он очень любил исполнять вместе с нашим оркестром. И мы всегда стараемся играть именно так, как он добивался звучания от оркестра. Ну подождите, всё-таки, да, если мы берём стереотипное мышление, да, ну ладно, Ольга заканчивала музыкальную школу, я нет. Джаз – это всё-таки импровизация, это вот как легли руки на рояль, вот так и пошла пьеси, музыка, разве нет? Да, но джаз очень разнообразен. И то оркестровое искусство, чем мы занимаемся, оно более статично, оно более фиксированное, потому что в этом задействовано большое количество человек, не два, не три, а восемнадцать. Но соло, именно те соло, которые играл Георгий Арамыч, Владимир Шаповалов, повторяет нота в ноту. А как же дух похулиганить? Здесь как раз хулиганить не удаётся, потому что, во-первых, серьёзный концерт, посвящённый памяти маэстро, и хочется оставить его дух, как бы, в звучании инструмента и этих солирующих звуков. И, конечно, сильно не похулиганить ещё потому, что это большой состав, и там ограниченные рамки соло. Здесь не свободная импровизация, а как бы написано всё. А скажите мне, пожалуйста, вот какова была дорога каждого из вас к джазу? Как вы пришли к этой музыке? Вот, Владимир, как у вас состоялось? Ну, джаз я любил с юности, занимался самостоятельно, даже украдкой от педагога, который учил мне играть на флейте в училище. Я украдкой брал саксофон у ребят и занимался сам. И постепенно научился на нём играть, потом в консерватории занимался классической музыкой для саксофона и флейты. И когда появился Биг Бен Гаранина, конечно, я с удовольствием пошёл, потому что я с юности любил эту музыку. Илья, а вы? Илья, а у вас? У меня был совсем другой путь. Я с первого класса музыкальной школы уже занимался джазом. Потом я поступил в лицей при консерватории, где тоже занимался джазом. Закончил консерваторию, тоже джазовый факультет. И аспирантуру закончил тоже джазовую. Это было всё в Ростове. У меня другая честь история. За кадром мы спросили. На самом деле Илья мечтал быть врачом. Мне ещё тоже интересно, когда мы готовились к интервью, представление широкого круга зрителей, скажем так. То есть дирижёр классического оркестра. Вот он стоит за пультом и дирижирует. Вы во время дирижирования ещё играете на фортепиано. Расскажите мне, пожалуйста, как успеваете дирижировать оркестром, играя на фортепиано? Вот как это происходит всё? Самое важное – договориться с барабанщиком. В смысле? Чтобы он посчитал и не приходилось ничего делать. Поясните, как это? Я понимаю, выходит дирижёр, начинает вот эти громче, эти тише. А у вас как это происходит? Ведь есть разница. На самом деле вся работа джазового дирижёра заключается в работе на репетиции. Я на репетициях сижу перед оркестром и, конечно же, контролирую звук. Мы работаем, вычищаем все места. А на концерте, так как самого лучшего пианиста в оркестре вижу только себя. Мне кажется, помнишь, мы как-то с дирижёрами разговаривали по поводу того, что дирижёр – это нереализовавшийся исполнитель. Здесь нет этой проблемы. Здесь очень гармоничный. Здесь наоборот. На репетициях мы его не слышим вообще на рояле. Хотелось бы, но он не хочет играть. Он только занимается… Дирижированием. Да. Разбором полётов, так сказать. По группам занимается и так далее. Заксафоны. В этом, собственно, и есть разница академического дирижирования и джазового. То, что академическое – он и на репетиции, и на концерте. А джазовым музыкантам на концерте не нужно, в общем-то, дирижировать, потому что всё написано в нотах. Каждый знает свою партию. Музыка, да. Музыка идёт в метре. Это самое важное. И, как говорил Георгий Арамович, самое главное – запустить оркестр и вовремя его остановить. И всё. Ну что ж, я… Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня. Я напоминаю всем зрителям, что 15 августа на сцене Краснодарского музыкального театра состоится концерт с днём рождения маэстро.